В этой штольне примерно 200 метров. И трудно себе представить, как люди очень примитивными орудиями пробивали сквозь толщу этой скалы штольню. Но на самом деле секрет очень прост. На одной из стенок штольни есть следы обгоревшего камня. Это значит, что древние шахтеры поджигали здесь костры, и кварц трескался. И после этого его легко уже было разбивать какими-то орудиями и пробивать дальше штольню вглубь скалы. Вот вы с вами осмотрели эту древнюю штольню. И теперь едем на современное производство, чтобы увидеть, как на этом комбинате в Маднеуле вырабатывает медный концентрат и золото. Коба Накопия, бывший генеральный директор акционерного общества Маднеуле, Сейчас депутат парламента. Коба представления многих людей, добыча золота – это находка какого-то самородка в земле. Здесь все иначе происходит. Вот что это за поля? Да, на самом деле вы правы. Здесь все иначе. Это как раз те кучи. Мы сейчас как раз ходим по этим кучам, так как мы используем технологию кучного вышалащивания. То есть, как вы видите, руда, которая поступает из карьеры, она дробится на специальных дробильных установках. Затем транспортом доставляется и из них делаются такие кучки. Такие кучки делают. Затем происходит оращение этих куч, так скажем, цианами. Далее, как бы, вот уже масса, жидкая масса, в которую, можно так сказать, золото впиталось. Она отсюда с помощью, так скажем, специальных насосов протекает в специальные бассейны. Дальше она попадает в колонны угольные. И уже последний процесс – это, так скажем, металлургическая плавка. Это уже получается слиток золота. Да, совершенно верно. Вот мы сейчас, можно сказать, ходим по золотым полям. Вот эта руда, как раз по которой мы сейчас ходим, содержит золото. То есть, вы хотите сказать, что буквально мы идем по золоту? Да, да, да. Абсолютно верно. А какое содержание золота? Да, вот как ни странно, знаете, мы работаем на нескольких содержаниях золота. Порядка полтора грамма на одну тонну руды. Это сколько же нужно переработать с руды, чтобы получить слитки? Миллионами тонн в год. Да. Вот такая сложная технология. Реально. Вот так получается грузинское золото. После длительного процесса, после того, как порода добывается на карьере, обрабатывается и получается медный концентрат, золото на этом комбинате добывают до сих пор из старых хвостов. То есть из той отработанной породы, которую добывали на протяжении последних 20-30 лет. И мы сейчас находимся в святая святых комбината, там, где это золото уже получает в виде зимы. Комбинат Продолжение следует... 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 Продолжение следует...